У нас план такой, мы сейчас выравниваем тут, вокруг обходим и делаем из нее пирамидку. Нижние ветки, примерно сантиметров 30, все по кругу. Даже можно по-выше. А здесь вот эта вся требуха, конечно, выносится, здесь обрезается все прям под самые стволики. Стволики у барабанта, как видите, такие вот. Ну вот и пошли по кругу. Род у нас, если не соврать, 9 лет. Ну вот, мы тут остригли все практически на сантиметров, ну на 40, на 50. Те ветки уберутся, но это со временем. Сейчас будем смотреть, что будем делать дальше. Сначала надо снизу убрать все ветки. У нас план такой. Мы сейчас выравниваем тут, вокруг обходим и делаем из нее пирамидку. Посмотрим, что будет. Здесь у нас сосна горная, поэтому боюсь задеть ее. Отодвинь там рукой, пожалуйста, сосну. Держишь? Да. Давай. Ну, уже видно, что он преобразился, конечно же. Сейчас мы еще преобразим его пожестче. Вот. Там осталось чуть-чуть, две палки. Вот. Теперь остался. Ее обрезаем, получаем шар. Да. В принципе, можно обрезать и получить пирамиду. Надо стремяночку нажмем. Пирамиду постепенно. И умер. И умер. Пирамиду постепенно. И умер. И умер. Трудно устоять. Неаккуратно. Трудно устоять. Смотрим, что у нас получилось. Вон тебе две палки надо убрать. Что-то. Настусно. Это. Да, и вот это появится. Главный, что у волосы это есть. Сейчас будем смотреть, что у нас, шар или пирамида. Можно оставить шаром, потом сделать пирамиду. Мы делаем пирамиду. Да, шарик у нас есть на ножке, давай же пирамиду, главное ровно с углами. Это пирамиду. Вот теперь на стволе вот здесь надо будет срезать все аккуратно и до конца. Вот эти палочки, но отсюда соответственно все вытрусить. Вон там пристанище то ли муравьев, то ли еще кого. То есть тут это все сухое убирается. Вот эти веточки лишние убираются. Вот здесь все убирается. Ствол должен быть красивым. Кто сильно переживает, опять же говорю, продается смазка, которая замазывает порезы. Но я это делаю с землей или вообще не делаю. Брабант такая вещь, что я его давно стригу, поэтому знаю, что он очень неприхотливый и стрижку переносит на ура. Вот это все сухое сверху конечно же убирается. Можно его стянуть, но я думаю не стоит. Эти стволы уже будут стоять очень хорошо и крепко. Вот эта ветка тоже тут лишняя. То есть ствол делаем стволом, чтобы его видно было ствол. Ну это все потом будет поливаться. Здесь земля прекрасная. Все вот эту мелочь убираем. Весь этот хлам вот этот прошлогодний опавший. Туя сбрасывает хвою почти каждый год по осени внутри. Поэтому не удивляйтесь, если у вас там будет ее сильно много. Можно обрезать и больше дерева и выше. В этом ничего страшного нет, тем более брабант. Хотел я его сделать, но снег помешал. Хотел я его в естественном виде оставить. Очень прекрасно смотрится. Но к сожалению, вин не судьба. Да, это лишнее. Ну оставим пока так. Там видно будет. Теперь трясем ее хорошо. Чтобы все не склести. Кто останется еще что-то высохнет и вы увидите. Потом подойдете снимите. Еще раз постригаем. Палки. Палки пеньки. Ну и здесь пеньки естественно останутся надолго. Но они зарастут. Их не видно будет. Совершенно не видно. Так что за это, если будете стричь, не переживайте. Дайте ей 3-4 месяца и она будет прекрасно выглядеть. И стрижка потом пойдет на ура. Ну это первоначальная стрижка так что. Ну на этом все уважаемые друзья. Первоначальная стрижка прошла. Теперь будем ждать 3-4 месяца. И как говорится, потом стричь уже до полной плотной пирамиды. Сейчас еще вот здесь вот подровняю. До плотной пирамиды. Теперь устранение последствий. Да, устранение последствий самое, пожалуй, грязная работа. Я вот подумала, решила, что я дальше поработаю оператором. Императором. Императором. Ну в результате получился у нас брабант вот такой вот формы. Ну я думаю, обрастет яйцевидный. Я доведу его до пирамиды или конус будет довольно красивый. Да даже в яйцевидной форме он смотрится неплохо. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов. Удачи. Питомник. Хвойный дворик.